Добрый вечер! Сад, опоясанный Георгиевской лентой. В канун юбилея Великой Победы в Брестской крепости на острове Пограничный прошла торжественная церемония закладки Яблоневого сада. Мероприятие состоялось в рамках проведения Брестской областной трудовой акции «Растите деревья во славу Победы» и стало первым в череде событий, приуроченных к 9 мая. В посадке 70 яблонь приняли участие представители власти, ветераны Министерства внутренних дел и Великой Отечественной войны, почетные пограничники страны, общественные организации, а также Брестская молодежь. Почему именно остров Пограничный был выбран для закладки сада тишины, расскажет Виктория Драгобецкая. 9 апреля, ровно за месяц празднования Великой Победы, остров Пограничный стал эпицентром масштабного события – эколого-патриотической акции «Сад тишины». Почти 70 лет назад каждая пять этой священной земли была обогрена кровью пограничников, которые в числе первых вступили в неравный бой с превосходящими силами противника. Многие из них спустя десятилетия вновь оказались на территории Тереспольского укрепления. Все как 70 лет назад, только вместо залпов огня – мир и тишина. Выступая на митинге, мэр города Александр Рогачук вручил одному из ветеранов органов пограничной службы Василию Васильеву юбилейную медаль – знак мужества, знак признания и знак бесконечной благодарности за мирное небо над головой. Это высокую награду и наилучшие пожелания и поздравления с наступающим Великим Днём Победы. Спасибо. Инициатива создания «Сада тишины» принадлежит сотрудникам УВД Брестского облсполкома, на средства которых и были закуплены 70 саженцев будущих яблонь. Их число символизирует годовщину Великой Победы. Решение разбить яблоньевый сад именно на острове пограничном было не случайным. Война началась именно с этих мест и в первые минуты войны бойцы, наши бойцы, пограничники, войны Красной Армии, значит, войны батальона милиции здесь оказали ожесточенное сопротивление. Именно здесь начиналась война и уже с первых тех минут войны ковалась эта Великая Победа. Поэтому было принято такое решение именно здесь вот посадить этот сад. Я вижу в этом мероприятии двойной смысл. Прежде всего, конечно, это дань памяти. Сад тишины – это глубоко символично. И второй, конечно, аспект, чтобы привлечь сюда наших брещан, привлечь сюда наших гостей, нашего города, потому что именно здесь, на этой земле, по сути дела, началась война, на острове пограничный. Здесь жили семьи командиров. Здесь, по сути дела, были самые первые боевые действия. Остров пограничный – один из четырех составляющих ядро Брестской крепости. Единственная территория в Беларуси на левом берегу реки Бук. Напомним, что еще два года назад остров был закрытым объектом. Своебразное табу было снято после посещения Брестской крепости главой государства Александром Лукашенко. Президент дал поручение обеспечить доступ туристов на остров для знакомства и с этой частью фортификационного комплекса. В итоге был разработан экскурсионный маршрут, который впоследствии стал очень популярен среди туристов. С 2013 года у нас уже здесь было около ста экскурсионных групп, около полутора тысяч человек из восьми стран мира. Ну и интересно то, что сейчас люди все узнают в основном через интернет. Поэтому, как правило, если заказывают пограничный остров, то в совокупности вместе с экскурсией по мемориалу, по пятому форту мемориального комплекса и Тереспольское укрепление. И вот эти три экскурсии дают полное представление людям о истории Брестской крепости. Посадки сада активной участия приняли ветераны органов внутренних дел МВД и Великой Отечественной войны, представители мемориала Брестской крепости Герой, общественных организаций, а также молодежь. Каждая из 70 посаженных яблонь, расцветая на 9 мая, будет символизировать победу и глубокое уважение к нашим дедам и прадедам, благодаря подвигу которых мы живем в мирной и независимой стране. Ради мирного неба сражались так много людей, которые погибли и которые еще живут в свету память. Чтобы никогда не забывать о том, что ради нас делают и сейчас до сих пор защищают нас, для того, чтобы мы это все помнили и все это ценили. Я отношусь к этому очень положительно. Считаю, что это придумано умными, дальновидными, толковыми людьми. Эта память будет для подрастающего поколения, и она будет символизировать историю того, что произошло на этой прекрасной земле. Виктория Драгобецкая, Дарод Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Каковы основные принципы принятой недавно концепции развития наружной рекламы? Как планируется решить одну из главных проблем горожан парковочную? И с применением каких технологий проведут реконструкцию объекта, расположенного на главной пешеходной улице? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые получили компетентные ответы представители средств массовой информации в рамках прошедшей накануне пресс-конференции с главным архитектором города Николаем Власюком. Наш корреспондент Анастасия Стропко продолжит тему. Брещане, как настоящие рачительные хозяева, внимательно следят за всеми новшествами, призванными изменить облик родного города. И не остаются в стороне от возникающих проблем, а потому и вопросов, которые беспокоят немало. В рамках прошедшего мероприятия через представителей СМИ главный архитектор города Николай Власюк постарался дать обстоятельный ответ на наиболее актуальные. Далеко не на последнем месте среди них оказалась тема парковок, особенно в центральной части Бреста. Сегодня в стадии разработки находится проект по регулированию времени и места для стоянки транспортных средств. Город делится на зоны с разными тарифами оплаты парковки. Например, в центральной части нельзя оставлять машину более 1-2 часов. Мы стимулируем людей меньше ездить через центр на своем транспорте, делать центр транзитным. Это общие тенденции, когда мы стимулируем проезд на общественном транспорте, мы стимулируем велодвижение, стимулируем пешеходное движение в центре города и стимулируем проектирование и строительство многоуровневых парковок в центре города. В рамках прошедшей пресс-конференции также был поднят рекламный вопрос. Где, как и в какой форме должен функционировать главный двигатель торговли в настоящее время будет решаться не только с позиции удобства для тех, кто рекламу подает и размещает, но и с учетом эстетической составляющей. Особенно это коснется центральной исторической части областного центра. Основная идея – упорядочить ту ситуацию с рекламой, которая сегодня в городе есть. Это и эстетика города, это уменьшение количества тех бигбордов, билбордов, которые сегодня заполонили и исторический центр, и на основных магистралях. Мы выделили такие зоны и регламенты той рекламы, которая может быть в каждой из этих зон. Это территория крепости, это территория социально значимых мест, это территория исторического центра, территория основных магистралей, ну и территория спальных районов периферии. Каждым из них прописали определенные требования. Немало волнует горожан и одна из строек по улице Советской 43-45. Сохранить историческую постройку целиком не удалось, но фасад здания еще может быть реконструирован. Технология анастилоза в Беларуси пока не применялась. Однако, по словам Николая Власюка, это единственный реальный шанс сохранить хотя бы часть постройки 30-х годов прошлого века. Суть в чем, что из тех фрагментов, которые есть, на новом фундаменте ставятся аутентичные, оставляются фрагменты. Тот же кирпич и те фрагменты, которые имеют наибольшую ценность. Например, в данном случае это надписи, которые сохранились на польском языке, на еврите. Это фрагменты кладки, допустим, если это какие-то арочные своды над окнами. Это балконное ограждение, рисунок столярки мы уже повторим, не будем его здесь использовать. Поэтому все ценное здесь под руководством научного руководителя изымается, вырезается, ставится нормальный фундамент. И из того же кирпича выкладывается та же архитектура, которая была, но со вставками аутентичными. Среди других тем, которые были затронуты в ходе пресс-конференции, обновления табличек и указателей как на центральных объектах города, так и на многоэтажках спальных микрорайонов, разработка градопаспорта с конкретными предложениями для инвесторов, а также решение проблемы жильцов блокированных домов и строительства энергоэффективного жилья. Ни один из волнующих вопросов не остался без ответа. И, как пообещал главный архитектор города, при возникновении в будущем спорных или проблемных моментов, такая форма работы в виде пресс-конференции будет иметь продолжение. Возвращаемся к главному событию нашего выпуска. 12 апреля православные всего мира празднуют Пасху. Воскресение Христова – это основа и венец нашей веры. Великдень – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжественностью и радостью. Ее ждут, к ней готовятся, соблюдают пост, убирают дома, пекут пироги. Кулич, кулица, куличка, паска. По-разному называют хлеб круглой или овальной формы, который является одним из главных яств пасхального стола. Испокон веков именно его пекли всего несколько раз в году, в канун самых больших праздников. Это объяснялось не только сравнительно высокой стоимостью куличей, для приготовления которых требуется много ценных пищевых продуктов, но и трудоемкостью, а также длительностью процесса их изготовления. И сегодня некоторые, отдавая дань традиции, выпекают такой хлеб самостоятельно. Однако немало и тех, кто предпочитает купить уже готовое кондитерское изделие. Большое разнообразие которых в преддверии Светлого Христового Воскресения можно наблюдать на ярмарках-продажах, прилавках хлебных магазинов и в иных торговых точках. За путем куличей к пасхальному столу проследила и наша съемочная группа. Анастасия Остробко продолжит тему. В цехах берестейского пекаря в эти предпраздничные дни было по-особенному жарко. И дело не столько в градусах, которые дарят печи для выпекания, сколько в работе, которая не прекращается буквально круглые сутки. Впереди один из самых главных христианских праздников – Пасха. И на столах большинства берестейцев должен быть особенный хлеб – куличи. Успеть изготовить столько сладкой сдобы, чтобы удовлетворить столько растущий год от года спрос – вот главная задача предпраздничного времени. Пасхальную продукцию у нас выпускают все 8 наших предприятий, которые входят в объединение. В этом году это будет объем более 70 тонн продукции. В частности, по Бресту это будет почти 20 тонн продукции. Радует то, что продукция полюбилась нашему покупателю. Каждый год объемы продаж растут. Растущий спрос – важный показатель отличного качества продукции. И это неудивительно. Каждый год специалисты изучают предпочтение берестейцев, чтобы на праздничном столе у жителей края оказалась самая вкусная и красивая сдоба. К примеру, в ассортименте берестейского пекаря сразу несколько видов куличей. Как к любому празднику и к Пасхе мы начинаем готовиться заранее, это еще за несколько месяцев. Мы предусматриваем ассортимент, который мы будем вырабатывать, который сырье будем использовать. И вся эта подготовительная работа начинается заранее, еще за несколько месяцев. А само производство мы начинаем уже со среды на четверг. Потому что уже в четверг у нас в магазинах должны быть свежие куличи в ассортименте. Особая атмосфера царила на текущей неделе и на одной из центральных улиц города. На Гоголе традиционно проходила специализированная выставка-ярмарка. Многообразие предлагаемых товаров, безусловно, радовало посетителей. А самые длинные очереди собирались у хлебных лавок, где среди таких же пышных, ароматных и красиво украшенных товарок своего покупателя дожидались свежеиспеченные куличи, которые, к слову сказать, исчезали с прилавков в считанные минуты. Многие покупали кондитерские изделия не только себе, но и своим близким и друзьям, так как просто не смогли пройти мимо ароматной выпечки, которая к тому же станет отличным украшением пасхального стола. Удивительно активно идет торговля. Мы даже не рассчитывали на такое количество покупателей. Но сейчас нам, естественно, довезут куличи, интересуются. И берут не по одному, берут несколько, берут по пять, по десять куличей, идут в гости, люди соблюдают эти традиции. Для них все-таки вот это свято, то, что должно быть. Вот это святой праздник Пасхи. Постоянно у нас брали куличи. В этом году, я еще раз, может, повторюсь, неожиданно много. Удобно, все самое, все есть, можно все купить. И где-то подороже, где-то подешевле. Очень хорошо сделали такой праздник, ну, Пасхи, к свету мороженого, ну, что самое, все можно так купить. Обычно пеку, но сейчас спешу к сыну его поздравить и хочу прийти с Пасхой уже. Нравится, конечно, всегда вкусно, хорошо, достойно у нас готовят и преподносят. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Пасха – это один из праздников, которые с одинаковым трепетом ждут верующие разных конфессий. Это время духовного очищения, искренней молитвы и надежды на то, что все будет хорошо. На протяжении многих лет верующие особенно готовились к встрече с этим светлым днем, наводя порядок в доме и подготавливая подарки близким и родным. Хорошим подспорьем для тех, кто хотел удивить или приятно порадовать самых близких и родных, стала пасхальная ярмарка, которая по уже сложившейся доброй традиции проходила в стенах торгового центра «Дидосперсия». О том, что интересного можно было увидеть на экспозиции, а также чем эта выставка отличалась от предыдущих, ответ на эти и другие вопросы в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. На протяжении двух дней пасхальная благотворительная ярмарка радовала обрещан изобилием представленной продукции и разнообразием техник, в список которых в этом году добавилась и керамика. Всего традиционный вернисаж объединил более 50 мастеров. Разный творческий почерк, разные идеи и форма подачи. Однако общая цель – желание не просто заработать, но и в преддверии Пасхи помочь детям, нуждающимся в затратном лечении. Во-первых, мастера имеют возможность выставиться, показать свои работы, имеют возможность их продать. Часть своей выручки они жертвуют на благотворительность. Посетители ярмарки также имеют возможность не только пожертвовать свои деньги, но и покупая продукцию у наших мастеров, опять же таким же образом пожертвовать свои деньги. Пасхальная ярмарка – настоящий пленэр талантов. Среди участников творческого вернисажа были настоящие старожилы – те, для кого эти экспозиции уже стали ежегодными плановыми мероприятиями. Однако были и те, для кого эта выставка – профессиональный дебют. Руку я уже набила, уже не первый год. А сейчас, наверное, проблем никаких совершенно нет. Это раньше, когда я начинала, не было ни интернетов, ни мастер-классов, ни такого количества материала, выбора огромного. Сейчас все можно найти, заказать и никаких вопросов. Только было бы желание. Юбилейный десятый вернисаж стал ярким и долгожданным мероприятием. За два дня его посетила не одна сотня брещан и гостей города над Бугом. Организаторы уверены, что добрая традиция проведения предпраздничных ярмарок будет жить в Бресте и после того, как областной центр передаст почетное звание культурной столицы другому, не менее достойному претенденту. Сегодня православные всего мира еще на день приблизились к одному из главных праздников в календаре каждого верующего – к Святой Пасхе. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход – все это притворится в жизнь уже в ночь с 11 на 12 апреля. Главное в ожидании праздника подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресенье добрыми делами. Торжественное и трепетное ожидание Пасхи для людей сочетается с особыми приготовлениями, ведь Велик День – это время покоя и ожидания пасхальных торжеств. Светлое Христово Воскресенье или Пасха – один из самых больших христианских праздников, знаменующих победу над смертью и грехами всего человечества. Даже в коммунистические времена, когда религия, мягко говоря, не приветствовалась, когда верующих презирали и преследовали, во многих семьях пекли пасхальные куличи, расписывали яйца. Все потому, что тепло и чистота этого праздника жила и живет в сердцах людей. У нас для семьи это светлый, радостный день. Мы ждем с нетерпением, это приход весны, радости, счастья, надежды. Праздник Пасхи – это самый главный праздник для всех христиан и католиков, и православных, и всех остальных конфессий. Он символизирует то, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы искупить грехи человечества, за что и был, скажем так, убит, а потом через три дня воскрес. Это самый главный праздник вообще у всего христианского мира. Это просто символ призыва к жизни, потому что Господь отдал свою жизнь для того, чтобы мы как-то двигались и указал нам путь, каким нужно путем идти, чтобы спасти свою душу. Семь недель строгого поста, семь недель духовного очищения, семь недель самопостижения. Все это время каждый из нас задавался вопросами – смогу ли я, достоин ли я, выдержу ли я. Пройдя большой образовательный путь, освободившийся от дурных мыслей, в преддверии Пасхи мы идем в храм, чтобы посвятить главное угощение в светлый праздник – пасхальные куличи и разноцветные яйца, символизирующие зарождение новой жизни и тот ответственный шаг, на который пошел во имя спасения человечества Иисус, чтобы завтра с чистым сердцем встречать близких и родных с самыми искренними поздравлениями. Поздравляем всех людей с праздником Светлой Пасхи, чтобы все были здоровы, говори. Все были здоровы. Я поздравляю всех с праздником Пасхи, хочу, чтобы все были здоровы и чтобы все прожили хорошей жизнью. Хочу поздравить всех брещан с этим замечательным праздником и пожелать всем здоровья. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы были счастливы, чтобы любили друг друга и чтобы нас окружал мир и светлое будущее. Христос воскрес, воистину воскрес. Как радостно произносить и слышать эти слова. Как радостно осознавать, что несмотря на многочисленные жизненные перипетии, мы встречаем и уже завтра отметим долгожданный праздник Святой Пасхи. Люди разного вероисповедания и национальности считали и считают Светлое Воскресение важнейшим событием в религиозной и духовной жизни каждого верующего. Ведь это день торжества надежды, веры и любви. С чувством глубокой радости коллектив информационных программ телекомпании Бук-ТВ поздравляет всех берестейцев со светлым Христовым Воскресением. Пасхой Господней. Пускай в пасхальное торжество достанется всем вам крупинки света, радости и восторга. И пусть они сопровождают вас всю жизнь, охраняя от злобы, зависти и недоброго слова. Радуйтесь жизни и ищите в ней только прекрасное, возвышенное и божественное. С праздником! Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательная, важная и актуальная темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. 12 апреля ночью большая часть Беларуси будет оставаться в поле повышенного давления. Днем будет проходить атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. На Брещене в этот день будет наблюдаться переменная облачность. В течение дня пройдут кратковременные дожди. Возможен порывистый северо-западный ветер. Температурный фон в течение суток будет колебаться в пределах 8-12 градусов со знаком «плюс». 13 апреля погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Кратковременный дождь, порывистый ветер юго-западного направления – верные спутники понедельника. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем воздух прогреется до 10 градусов. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит.